Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. С вами Владислав Майструк, а моим собеседником сейчас будет Евгений Магда, политический эксперт. Здравствуйте! Доброе дня! Вот сегодня, буквально даже вот в это время, выбирают антикоррупционного прокурора. Вот основных кандидатов два. Это Касько, заместитель генерального прокурора, известен больше как тот, кто вместе с господином Сокори Лидзе, своим коллегам, начал дело бриллиантовых прокуроров. И господин Говда, он был, он тоже заместитель генерального прокурора, до этого он был прокурором Одесской области. Но, в принципе, мы о нем узнали благодаря конфликту с Михаилом Саакашвили. Вот можно посмотреть, что это было. Ну, я хочу сказать, что это вписывается, в принципе, в функциональные обязанности прокуратуры. Как? Это не, извините, функция функциональной обязанности прокуратуры пугать инвестора, как только он зайдет. Нет. А что вы знаете? Подождите. Я инвестор, захожу. И первое, что я получаю от государства, не помощь, не дружбу, а получаю письмо прокуратуры, пришлите документы, чтобы ее потом возбудили, поздниматься, если посадили. Это называется рекет, дорогой мой. А какая функциональная, где бандитизм, это функциональная обязанность прокуратуры? Нет. Это называется бандитизм, рекет. Ну, вот, в принципе, после этого конфликта господин Говда был отправлен в такую бархатную ссылку в Киев, где он стал заместителем генерального прокурора. И вот такой выбор стоит перед членами комиссии. Да, вот человек, который враг генерального прокурора и человек, который, мы не можем говорить, что он лоялен генеральному прокурору, но человек, у которого нет конфликтов с ним. Вот. И вот такой выбор. В принципе, выбирать так генеральному прокурору. И, судя по всему, эти две кандидатуры будут на столе у господина Шокина. Но мы пока что этого сейчас не знаем. Да, 100% не знаем. Швидше за все, две. И будет решена специальная комиссия, которая сформована парламентариями, которая сформована гражданностью и прокуратурой. То есть, есть определенная, скажем так, своередная независимость комиссии. В любом случае, разные представители там работают. Баланс по квотам. Независимость громкая, но баланс. Мы уже привыкли к тому, что есть баланс. Как правило, что есть квоты. Квоты сопровождают нас уже скоро два года после того, как втек Янукович. И не всегда квоты – это хорошо. Ну, мы сейчас не про это. Оскільки мы не можем забегать наперед, говорите про то, что там что-то будет или не будет, кто-то станет или не станет, я висловлю такую позицию. Как на меня, и так, такий или иначе, цей антикорупсийный прокурор, кто же ним будет призначен, потому что это и позиция президента, до 1 грудня он должен быть призначен. Он в любом случае будет под очень серьезным прессом медиа. Потому что телебачения, газеты, все будут дивиться первый крок, первая порушена справа, первое криминальное проведение. Это все будет. Я тут дотримуюсь простого принципу. Не важливо, какого кольору кишка, аби вона ловила мишень. Если будет призначен, будь кто, возможно, кто-то другой, кого мы на сегодняшний момент не уявляем, из другого списка 7 человек, которые сегодня обговорятся на заседании этой специальной комиссии, то все равно человек будет чувствовать, что ему нужно что-то сделать. Я так понимаю, знаете, ситуация, вона корелюется с поведением многих чиновников после Евромайдана, когда они, возможно, и не хотели изменяться, но кому-то из них все-таки изменяться довелось. Не всем. Далеко не всем. Нет, у меня на эту тему нет иллюзии, но я скажу с другого, что изменения все-таки существуют. И если мы смотрим на ситуацию два года назад и на ситуацию сейчас, то изменения мы, уверенно, пометим. Они не такие большие, которыми хотела, я думаю, большая часть общества, но и не такие маленькие, как часом про них говорят. Ну вот смотрите, у нас есть партнеры, интернет-сайт обозреватели и читатели. Нашего партнера вам задают вот такой вопрос, первый, один из двух. Вот антикоррупционное бюро, антикоррупционные прокуроры, насколько они, по вашему мнению, помогут в борьбе с коррупцией? В принципе, перефразируя, насколько вы верите в эффективность этого нового органа, которого очень хотели в Евросоюзе, потому что от его работы зависит и национальное, и антикоррупционное бюро. И подальше финансовая допомога в Украине и много чего. Да, много чего. Ну, насправді, борьба с коррупцией – это не лишь вимога Европейского Союза, это то, что нужно в Украине, потому что коррупция, насправді, вона пронизует все суспільство. Мабуть, сложно найти людину, дорослу, повнолетню, с певным жизненным досвідом, который никогда никому ничего не пропонировал, не обещал, и там, где люди должны были выполнять свои функциональные обязательства. Я думаю, что на работу антикоррупционного бюро сразу, зі старта, будут нарекания, что они уже две недели працют, а еще не все коррупционеры посажены. Но все-таки, ну, если не 100 дней, то месяц, 50 дней, 60, мы должны им дать, потому что это, вообще, новая для Украины структура. Мы еще, даже люди, которые туда пришли, они, мне кажется, не совсем усведомлюют, как это работает. То есть, законодательство существует, но, как оно будет реализовываться в жизни, мы это увидим. Тут очень важно еще понять, насколько этот орган, антикоррупционная прокуратура, будет независима от Генеральной прокуратуры. Потому что, в принципе, суть вот этой антикоррупционной прокуратуры, это то, что они должны будут выявлять коррупционеров в самой Генеральной прокуратуре. И если она не будет независимой, 100%, то, ну, надеяться на какие-то изменения, по-моему, бессмысленные. У нас сейчас, взагалі, тренд такий, что уменьшается повноважение прокуратуры, что все мает дойти до того, что она за европейским зразком только поддерживает виноваты в суде. Поэтому, я думаю, что это нормальный процесс. И думаю, что мы, ну, мы в любом случае, мы побачим антикоррупционного прокурора, у которого, в силу всей процедуры, то есть ему нужно будет доводить, что он способен решить это решение. Ну, эти вопросы, то есть, на первых днях, месяцах, это будет человек очень высокомотивированная. Как будет дальше? Ну, будь-який антикоррупционный прокурор не выбирается по жизни. Правильно? Ну, да. Плюс еще очень важно понять, кто будет в его команде. Потому что, ну, один в поле не войн, да, и сбитая фраза, ну, это факт. Ну, в 42-миллионной стране одна людина не сможет вчинить диво и изменить всю систему сама. Учитывая, тем более, что, в принципе, коррупция, она уже обрела, ну, знаете, как мафия на юге Италии. То есть это чисто культурное явление. То есть это не просто, да, какое-то зло, против которого все борются. Это, как вишиванка и шаровара, элемент национального имиджа, на жаль. Но были же и другие страны, в которых коррупция тоже складала серьезную проблему. Они умели ее поделать? Чем украинцы хорошее? Я думаю, что... Проблема в том, что там их, ну, побороли коррупцию, во-первых, очень жесткими методами, репрессивными. А у нас, как только кого-то начинают сажать, сразу начинают сайты, политическая репрессия, там, и так далее, и тому подобное. Тем более, что когда СМИ, в основном, мы нет, кстати, принадлежат как раз тем, кому есть больше всего претензий, ну, к олигархам, да, но вы сами понимаете, насколько это сложно. Плюс еще, конечно, без экономического роста, да, если, например, государство не сможет обеспечить достойную зарплату прокурорам, антикоррупционным или просто другим прокурорам, и другим своим чиновникам, ну, от коррупции мы никуда не денемся. У нас есть такой интересный нюанс в стране. У нас есть запит на побудовую демократию автократическими методами. То есть, у нас хотят побудовать такую демократию, как в Европе, но чтобы при этом можно было сказать, ну, давайте, мы закон отсунуем, там еще что-то, еще что-то. Я просто наведу простой пример. Багато, кто слышал про Андрія Портнова, который юрист, так, який, з якого знято зараз звинувачення, який уник цих всіх звинувачень, але давайте не забывайте, що він був і ініціатором кримінального процесуального кодексу, який на сегодняшний момент існує. І тоді за правління Януковича це йшло під гаслом гуманізації. І зараз люди, які не здійснили злочину проти особи, вони дійсно мають можливість вийти під заставу, тобто цілком, це по закону, це не наслідок телефонного права, це не наслідок дзвінка, це не наслідок чогось. Це фактично реальна, конкретна норма закону, який ухвалялось. Чому за весь цей час при закликах президента, при всьому, що давайте корупціонерів саджати, в Верховній Раді, парламентсько-президентської республіки не внесено відповідні зміни, ну це ж питання, це не до киська і не до говди, правда? І навіть не до шокіна. Це питання до депутатського корпусу. В тому числі, звісно. Ну, кстати, о депутатах. Вчера народний депутат от фракції Блока Петра Порошенко, хотя це все більше похоже на формальність, Сергій Лещенко обнародував документы, які свидетельствують о том, що Швейцарія посылала запрос на ім'я генерального прокурора України по поводу расследовання уголовного дела против народного депутата от Народного фронта і близького соратника, може бути, друга Арсіния Яценюка. Вот ми видим как раз на этой фотографії этот момент, когда Сергій Лещенко передає этот пакет документов Арсінию Яценюку. Виражение Яценюка, конечно, это целая такая, ну, можно писать целый стих, роман по поводу этого лица. Ну, вот послушаем, что сказал Сергій Лещенко в кулуарах Рады. Про те, что справа против Мартинка Шесарии расследуется, вона истиняет вигадками, и тут все обставины выкладаны. Это запись, который швейцарская прокуратура не прислала Генпрокуратуру Украины про надание правового депутата. Тут написано, что справа справді расследуется, что вона против Мартинка. Это не достаточно перевірки, это справа против Мартинка, указанной статьи криминального кодекса. Указано, за что его переследующий Шесарий? За те, что він вискрив рахунки в Шесарских банках своєї панамській компанії Брактера, на яку надходили відкати від контрактів між чехською Шкодою та українським энергоатом. Я вимагаю від Генпрокуратуру порушити справу проти Мартинка на території України. Написали в цих документах? Ну, не знаю, було ли слышно, но, в принципі, там говорилось, что, ну, вот там, откаты между компаниями, которые курили господин Мартиненко и так далі, это все ведется в Швейцарії, это дело, да? И, конечно же, швейцарские правоохранители просят поддержки у украинских правоохранителей. Но вот, учитывая выражение лица премьер-министра, как вы думаете, это дело дойдет до какого-то логичного завершения? Ну, думаю, что так. С одной простой причиной. Премьер-министр с любым выражением обличия не может порушивать криминальные справки. Он может лишь коментовать их. То есть, до речи, будет повноважение антикорупционной прокуратуры. То есть, у пана Лещенко уже с 1 грудня будет предмет, куди можно вернуться, инстанция, которая должна работать. Я думаю, что это... Вин достатньо досвідченный информационный, и он понимает, что нужно поддерживать решение 226 парламентарьев. Если есть... Ну, на сегодняшний момент у нас есть 15 наиболее честных, которые сформировали... Это среди блока Петра Порошенко. Ну, хотя бы. 15 из 130, которые говорят, что они они очень честные. Або 15 из 423, которые... Ну, блок Петра Порошенко входят в состав парламента, которые тоже должны показать, что они делают. Значит, это право парламентария. У нас ведомая истина ходит, что законодатель может делать все, что хочет. И это, в принципе, даже в умовах, потому что сейчас существует недоторканность. То есть, даруйте за такую вульгаризацию, но парламентарий может даже подойти и плюнуть члену уряду, в гостя Верховной Ради, там, сделать, что хочет. Ему за это ничего не будет. Он особо недоторкан, если не будет знято недоторканность. Так вот, чему не мое решение 226 для того, чтобы, скажем, звольнити Мартыненко с посады керевника комитета? Вопрос. Ну, давайте, так, чтобы не делать какие-то там обвинения, ну, давайте поразмышляем. Вот помните интервью давал Арсений Петрович, Яценюк? Я не помню, какому изданию, где у него спросили. Ну, вот, как вы смотрите на то, что вот ваши коллеги по коалиции хотят переформатирования правительства, в том числе и поселились на вашу, ну, условно, голову. Он сказал, как я могу к этому относиться? Ну, вы себе представляете, в коалиции входит также фракция Народного фронта. Это вторая по величине фракция в парламенте. Правильно? Правильно. Вот представляете, что народный фронт, вот вы лидера Народного фронта даже маленькие фракции не есть полностью монолитными, тобто есть какие-то группы, маленькие впливы. А в великих фракциях, таких как Народный фронт и блок Петра Порошенко, это суцильное оливье. Хтось горошек, хтось ковбаса, хтось варені яйца. И все это как-то перемешано майонезом каким-то, или иншим соусом спильных интересов. Є важливый нюанс, тем больше сьогодні парламенту виповнюється рік, и иммунитет на его розпуск, как достроково обраною Верховною Радой, сник. Тобто коалиция и ее иснование есть за порукою того, что питание про розпуск не можно порушивать. Но, если даже коалиция распадется и пройде месяц, и вона не будет сформована, то розпуск Верховної Ради это не обовязок президента, а право. Тобто президент, очевидно, в такий спосіб будет играть в певную политическую игру, вишукувать певные конфигурации для голосований там по 226, скажемо, для того, чтобы тогда будет кто-то, выполняющий обовязки премьера, и он будет шукать 226, чтобы его затвердили. Не знаю, на сколько это будет коалиция. Технический пример, например. А кто знает? Может, технический пример выявляется лучше, чем премьер Камикадзе. Если прийде человек на кшталт Лешика Бальцеровича, умовно, который будет понимать, что у нее есть определенные образы не ее будущего, а государственных интересов. Бальцерович же своего часа реформи провел, и он сейчас, он даже не на других не на третьих ролях в польской полиции. Рейтинг 0,5 процентов, и он угрожает досрочными выборами. Я этого не совсем понимаю. И знаете, чего я больше не понимаю? Я понимаю его слова. Да, конечно, он должен как-то парировать подобными вопросами. А я не понимаю, не Арсения, а Юрия Луценко. Помните, он же первый после выборов начал говорить, что переформатируем коалицию, не коалицию, там, правительство, вплоть до самых-самых-самых. А потом вчера он говорит, что нет, это уже как бы не самая актуальная тема, переформатировано правительство и так далее. Я этого не понимаю. Что за этим, я, честно говоря... Я спробую пояснити, наскільки я це собі бачу, не будучи членом депутатського корпусу, просто тенденції, які спостерігалися на місцевих виборах, вони значною мірою показали, що дострокові парламентські вибори не на часі. Поясню, чому. Це при том, що суспільство потребує нового депутатського корпусу. Але я не вірю в спроможність нинішнього депутатського корпусу змінити виборчий закон. Тобто ми будемо знову обирати 50 на 50. Закриті списки партійній з 5% барьєром і мажоритарщик. І багато людей, які десь прицілювали собі округ, десь його підгодовували, вони, наприклад, подивившись на Миколаїв, подивившись в певною мірою на Кривий Ріг, ще на якісь міста, вони починають думати, а якщо ми зараз підемо на дострокові вибори, а потім вкладемо певну суму грошей, а з цього нічого не вилізе. Що ми будемо тоді робити? Ну, просто ми перестанемо. Тут же народний депутат може опинитися на прийомі у міністра без черги. Ну, відомо, що це один з елементів, скажімо, депутатських повноважень. Він може достатньо багато питань вирішувати в, скажімо, режимі, ну, там, реального часу. Так? Тому, зразу, я так розумію, що ентузіазм стосовно дострокових виборів на сьогоднішній момент зник. І може бути протягом достатньо тривалого часу ситуативна коаліція, яка буде теж піднімати прапори боротьби з корупцією, яка буде говорити, що ми за національні інтереси і все. Але їй теж доведеться підтверджувати це конкретними справами, тому що буде вже над ними висіти дамоклів меч розпуск. Так, це правда. Опять-таки, як може, ну, з кого сколачувати цю коаліцію, хоча 226 голосів, учитывая, що нинішня коаліція, це близько 300, почти така. 280. Так, 280, почти. Немає списків, за рік існування списків коаліцій в природі не з'явилось. Тому виникає дуже багато суперечностей, дуже багато проблем. Ну, виходить, що всіх депутатів, які входять до фракції коаліції, як «даруйте худобу», загнали до коаліції, в загончик такий, і вони там, ну, але ж зараз не той час, коли вони всі натискають на кнопки. Многі не жмуть, причем помні, да, голосування, наприклад, за змінення в трудовій кодекс, да, це, звісно, про ЛГБТ-совчіство. О, боже, там було, конечно, стільки емоцій по цьому поводу, що аж було противно смотреть. І сразу якісь такі совосочетання появлялись в голові. Ну, ще одне немаловажне событие. Вот в Україні появилась національна поліція. То есть все. Говорить, вже навіть не виразишся по поводу ментов, їх вже немає. Уже може, навіть, копи, не знаю, ну, думаю, що народна творчасть що-то придумає. Але не всі ж старі кадри куда-то ушли. Многі остались. Причем остались даже те, о которых даже ніхто не ожидав. Вот, например, как господин Паскал. Да, вот господин Паскал, который работал во времена, в те времена, когда министр внутренних дел был Захарченко, то есть, причем он тогда был тоже генералом милиции, он тогда как раз занимался уголовним розыском, там, боротьбой против организованной преступности. Ну, то есть он занимал очень важные должности. И несмотря ни на все это, что по идее он, ну, сто процентов должен был попасть под иллюстрацию, его назначают заместителем главы национальной полиции Украины. Конечно, у многих депутатов, у многих активистов просто полнейшее недоумение, как такое может быть. Ну, сегодня как раз прошла акция протеста под Министерством внутренних дел в связи со всей этой заборухой. Пожалуйста. Публикували открытий лист до новой керевницы полиции Хатти Деконаїдзе, где перелечили все злодеяния Василя Паскала. Поки он много лет работал в карном Рошуці в органах Министерства внутренних справ Украины. И закликали її не допустити призначення цієї годіозної фигури в нову полицию. Сьогодні ми написали листа звернення офіційно до Хатти Деконаїдзе, и еще раз, и подготовили для нея проект подания про звільнення Василя Паскала з посади першого доступника керівника национальної полиції. Все решение приняла голова нацполиції за погоджением с Министером внутренних справ. Під час цього решения было враховано целая низка факторов и судовое решение, которые вступили в законную силу, и отсутность претензий Генпрокуратури по цих справах. Другая часть претензий повязана з тим, что не важно, там был причем, не был, но, мовляв, я норма закону, которая обязана его избежать по закону про очищение влади, как керівника самостоятельного подраздела. МВС вважает, что на тот час он самостоятельным подразделом не был. Департамент карного розшуку был у подпорядкувании оперативного, ведомчого, адміністративного першого заступника министра внутренних справ, т.е. керівника кримінального блоку Віктора Дубовика на той час. Проект подання про звільнення Василя Пасхала від Національної поліції України, від керівника Національної поліції до уваги, які маються підписати. Наш парламентський комітет, я сподіваюся, побачить найближчого засідання. Все ж таки, нову голову Національної поліції України, хаті декоративно. Добро дому, можете пройти, хаті декоративно. За громадськість вона не хоче бачити. Майдана і чим тоді займався уголовний розыск. Вообще претензій до цього господину дуже багато. Ну а тут питання в чому? Рішення приймав господин Аваков, міністр внутренних справ, і госпожа Деконаїця, людина нова, з Грузії і т.д. Ну, це що? Опять квотний принцип? Или це якась така ізуїтська корупція? Ні, це не корупція, це інший принцип, який був сформулюваний. Я, до речі, свого часу цікавився так детально і знайшов, аж до цих вислів приписували кільком американським президентам стосовно, відповідно, нікарагуанського президента, диктатора Анастасіо Самосе. Самосе, звичайно, мерзотник, але це наш мерзотник. Тобто, очевидно, що генерала Паскала сприймають як свого, і, відповідно, Міністерство внутрішніх справ буде за нього всіляко боротися. Знов таки, ми повертаємось до того, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Значить, якби у нас був справжній ефективний парламент, значить, наступного дня, навіть не після призначення Паскала, це внутрішня справа МВС, після того, як на засідання профільного комітету з питань боротьби з корупцією не прийшли пан Аваков і пані Деканаїдзе, значить, була б постанова про звільнення Авакова, під якою було б 150 парламентських підписів. Незалежно від того, до яких фракцій ці люди входять. З однієї простої причини, тому що чиновники в уряді знехтували необхідністю звітувати перед законодавцем. Тут має бути певна корпоративна етика, яка спостерігається МВС, і яка не спостерігається всередині депутатського корпусу. Ну, смотрийте, ми вже будемо завершати. Вспомнім тогда, опять-таки, господина Шокина, да? 125 підписів вже є, 25 ще не нашлось. І це при тому, що є заявлення посла США, це при тому, що генеральна прокуратура отмазувала як угодно Шокина, навіть врала, ради нього перековіркивала заявлення Європейського Союзу. І навіть там не нашу 150 підписів. А знаєте, мені кажучи, тому що в нас немає партиї, у нас є проєкти. А всі ці люди, які в цих проєктах, вони мало чого значат. Ось ці 15, о которых ви говорили, да, я багато я знаю, лично, дуже давно, да, вони такі, 15 в полі, пока тож трудно їм воєвати. Трудно. Поки не з'являться партиї з структурою, якою дійсно є, що терять, а так, що проєкт. Ну, проєкт потім переименуєш якось по-другому. Ніхто не з'явить, що там какой-то процент депутатів переходит в дальше. Наші партиї мають з кількості в якість вже переходити. Вона вже під 300 політичних партий, а розрізнити їх між собою дуже складно. Вони всі одинакові. Ну, тільки система поборює корупцію. Так, отдельні личності, якісь сплески, да, навіть революційну корупцію, як ми бачимо, не можуть. Ми, насправді, повинні всією державою змінюватись, бо треба усвідомлювати, що так, як було до березня 2014 року, більше не буде. Ті зміни, які відбулись, вони повинні бути масштабними, реальними і конкретними. І системними. І тут є такий фактор, фактор пролитої крові, який в історичних подіях виступає каталізатором історичних процесів. І я не вірю, що Україна уникне цього всього. Тобто її потрібно змінюватись. Але треба усвідомлювати, що ці зміни будуть складними. І боротьба за них буде важкою. Не буде такої легкої прогулянки, де будуть кидати квіти. Швидше, на жаль, будуть стріляти і кидати гранати. К сожалению, да. Благодарю Евгению Магду за цю беседу. Оставайтеся з нами.